всем привет сегодня хочу вам рассказать рецепт посола сало сало у нас с мясной небольшой прослойкой маринад рассол будет не обычный а чесночный для этого мне понадобится 120 грамм соли 1 чайная ложка горчицы можно просто семена я взял французскую 2 лавровых листа приблизительно 400 грамм сала 700 миллилитров воды перец горошком 5 штучек перец душистый 3 штучки и чеснок я взял четыре зубчика можно больше это на ваше усмотрение для маринада нам понадобится кипящую воду добавляем соль также сюда отправляем перец лавровый лист и горчицу маринад варится расскажу что будет у нас дальше на протяжении пяти минут на небольшом огне марина должен повариться то есть накопить все в соке мариновать я буду в банке мне как раз банка под кусок нашего сала тихонечко горчицу начали ловить убавляем чтоб сильно не кипело пускай они там все вкусы пряности женятся теперь отставим после закипания после пяти минут варки остужаться в теплый маринад будем добавлять чеснок можно натереть на терке я его мелко пошинкую и сразу подготовлю для круга добавления в маринад в теплый маринад после добавления чеснока сала не кладем оставляем маринад остывать полностью то есть заливать будем холодным маринадом по ходу действия вы все увидите заметите я думаю так в таком виде чеснок сможет передать все свои вкусовые качества но мы оставляем на пять минут кипеть наш рассол и так рассол у нас проварился уже пять минут его выключаю и теперь оставляю остывать так в теплый маринад я добавил чеснок чеснок от теплого остался в маринаде до холодного сейчас я буду погружать все содержимое в банку вместе с лавровым листом вместе с зернами горчицы по максимуму все пряности вкусности остались в рассоле так помещу сюда кусочек сала с помощью гороночки так вот попал чеснок вот 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 маринад должен полностью покрывать наше сало так теперь ложечку достаю горчицу остатки чеснока наше сало поскольку была бы банка литровая я думаю бы все вошло бы в аккурат поскольку у нас баночка чуть-чуть меньше сало всплыло так смотрите оно полностью покрывается сейчас на чем-нибудь его прижму и буду оставлять в холодильнике оставлять его в холодильнике в холодильнике сало должно простоять около трех суток так поскольку сало кусочек у нас всплывает хочу вам предложить лайфхак то есть чуть больше горлышко бутылки берете палочку в данном случае я взял палочку от суши окунаете сало палочку подставляете под углом и все наше сало целиком погружено в рассал сало замариновалось просолилось как видите приспособление топившее сало в банке свою роль исполнило я единственно передержал немножко сала не два-три дня как положено прошло чуть больше времени давайте все солью маринад чесночный и попытаюсь вызволить сало сало из банки готово сейчас немножечко его оботру так сало немножечко протер можно тряпкой можно бумажным полотенцем давайте его дегустировать раз салатом кусочка такая вкусно-то получилась сейчас попробуем вкусно самодельное сало со вкусом чеснока а сейчас я вот эту половинку закопчу сейчас разгорится костер, поставим коптильню и закоптим наш кусочек сала для тех, кто ранее не смотрел мои видео, при копчении я рассказываю немножко о методике, чтобы избежать каких-то ошибок и в этот раз, это будет не исключение, я покажу небольшие тонкости копчения в домашних условиях для начала нам нужна, как всегда, сама коптильня у меня с двумя решетками, я не буду снимать нижнюю поскольку у меня будет все поместено на одном ряду щепу, ольха, бук, любые фруктовые деревья распределяем сначала замачиваем, на час, на два, может хоть на сутки чтобы она немножко пропиталась влагой сверху устанавливаем короб такой вот из фольги то есть в покупных вот таких недорогих коптильнях не предусмотрен коптесборник а он играет очень большую роль при копчении зайдя недавно в магазин, покупая ту же самую вот эту грудинку лежал кусок сала, который был цвета, ну как моя коптильня такого черного цвета, то есть из-за того, что жир капает на дно это и происходит, что закапчивается весь кусок сала не тонким дымом и получается не розовый такой коричневый цвет а черная копоть, как будто на покрышках их коптили ради интереса хочу попробовать положить две сосиски что с ними будет, честно говоря, не знаю так, ну и что, закрываем коптильню нет, не с этой стороны на мангал в данном моем случае, поскольку тонкостенная коптильня я установлю дополнительный лист в одном из видео я уже показывал и рассказывал об этом чтобы вся щепа одновременно не сгорела так, ну что, берем коптилочку и отправляем ее на наш мангал ай, горячо да, горячо ну все, и ждем 20 минут прошло 20 минут дымок перестал нет, все еще чуть-чуть пытается идти но все равно, вообще не снимаем и даем немножечко остыть а можно попробовать и приоткрыть смотрите, какая вкуснота получился такой золотистого цвета про что я говорил на дне собирается жир который мог бы гореть а так у нас получается красивый золотистый кусочек сала сало немножко подостыло коптильно наши сосиски свернулись но остались копчеными у нас получился вот такой вот запах копчености обожаю всем спасибо за просмотр приятного вам аппетита подписывайтесь на канал ну и ставьте пальцы вверх не забывайте писать комментарии подписывайтесь на канал